Приветствую, дорогие друзья, гости, подписчики моего канала. Давайте посмотрим на расклад на тему «Что уйдет? Что придет? И чем дело закончится?» Так, что уйдет из вашей жизни? Что придет? И чем дело закончится? Давайте смотреть, что уйдет. Смотрите, что уходит. Слава Богу, все. Карта выпала, карта смерти. Уходит недуг и треугольник. Здесь, смотрите, кто-то болел. Кто-то болел из-за негативного влияния. Такое тоже возможно. То есть на ведение каких-то негативных программ на болезни было. Треугольник. Возможно, это было все от соперницы. Возможно, это все не связано. У кого-то уходит просто недуг. У кого-то уходит треугольник, то есть соперница. У кого-то здесь было, возможно, и наведение до негатива. Ну, вас много, поэтому смотрите, у каждого по-разному. Ну, вот это все. Действительно, здесь плохой сме. Вот это все уходит. Ну, я как вот вижу здесь недуг от негатива. И негатив, скорее всего, шел от третьего лица. Третье лицо, опять же, может быть у каждого по-разному. Это может быть и родственники, это может быть и родственники со стороны мужа, это могут быть и соперницы. То есть каждый, смотрите, переводите на себя. Но лишнего на себя, опять же, не берите. Вот это смерть, окончание. Вот это уйдет. Слава Богу, уходят все три негативные карты. Что придет? Ну, смотрите, приходит, что предки, инициатива и ступени. Вы, благодаря своему сильному роду, по-видимому, то, что вот там происходит, то, что ушло, вы начнете подниматься вверх. Знаете, что предки, они с вами. У вас здесь очень сильная, как вы знаете, защита, помогающая вам подниматься, можно сказать, с колен. Но единственное, что здесь нельзя сидеть сложа руки, здесь нужно проявлять инициативу. Инициатива, то есть это какие-то шаги, да. То есть, чтобы пойти вверх, вам не просто сидя на диване у телевизора или у интернета, вы, конечно, вверх никогда не подниметесь. Здесь нужно проявлять свою инициативу. Смотрите, опять же, у каждого по-разному. Кому-то поменять работу, кому-то поменять место жительства. Такое тоже может быть. Что-то изменить в своей жизни, проявить какую-нибудь снасти. Кому-то просто, например. Кто-то сидит дома, не работает, да, не знает, что делать. Значит, чем-то заняться, найти какое-то свое хобби, найти свою какую-то цель. Смотрите сны, смотрите подсказки. Выпадают предки, значит, что-то где-то подсказывает вам. Подсказки они будут. В каком направлении вам двигаться. Но то, что приходят очень хорошие карты, это однозначно. И чем дело закончится? Вот здесь я добавлю. Добавлю еще три карты. Знаете, здесь выходит скала, разбитое сердце, хандробедность, отшельник и отвержение. Вот здесь вы все равно будете продолжать, знаете, как хандрить. Вот это вам нужно все отвергать. Кому-то здесь нужно и будут определенные препятствия. все равно не будут еще. Но здесь нужно проявить, знаете, может, отвержение. Это как отсекание от себя. Чтобы здесь подниматься вверх, здесь нужно идти. Ни в коем случае здесь не нужно сидеть дома, сложа руки и думать, какой я бедный несчастный. Здесь нужно отвергать. Здесь нужно двигаться вперед. Смотрите, здесь все равно как-то вот идет, что все равно будет вмешиваться в человек вашу жизнь. И здесь вам нужно предпринимать все попытки для очищения. Опять же, смотрите, проиграется не у всех. Но нужно защищать свой дом, свою территорию, ограничить, там выпадал отшельник, ограничить круг своего общения. Не впускать в свою жизнь людей, в которых вы хотя бы чуть-чуть сомнимаетесь. Я вот честно вам говорю, это по жизни уже как бы проверено. Если вы хотя бы чуть-чуть, есть нотка сомнения в человеке, в его честности, в его искренности, не подпускайте к себе близко. Вы даже не представляете, на что люди способны в этой жизни. Порой даже самые близкие. Вы даже можете не подозревать, вам будут честно улыбаться в глаза, смотреть и делать вид, что они самые лучшие, самые искренние, как они вас любят и как вы даже могут жалеть, а за вашей спиной творить. Такие вещи, которых вы просто... Если бы вы знали бы, да, у вас стали бы волосы дыбом, вы можете списывать свои проблемы на какие-то жизненные неурядицы. На самом деле, это все действие, магическое воздействие даже близких, возможно, вам людей. И здесь вот показывается, что все равно вы должны... Лестница вверх, она идет. Кто-то будет перекрывать вам дороги, кто-то будет вам мешать. Не мучайте себя, не сидите в четырех стенах. Но здесь, здесь вот святая вода и снадобие. Защищайте свою территорию. Закрывайте тех людей запор. Эти колдунии, закрывайте тех людей, которые могут могут вам мешать в будущем. Ограничьте, ограничьте по отшельнику свои контакты с тем, с кем вам не очень даже может быть комфортно. Видите, маски, маски, есть тайны, есть люди, которые под масками, я только говорила, выпадают маски, у вас хорошая защита, там выпадали предки, здесь выпадает защита, защита у вас есть. Но испытывать судьбу тоже не надо. Смотрите, проверяйте свое окружение. Оно плохое уходит, но оно имеет свойство возвращаться и, как сказать-то, есть любители ваших ресурсов, вашей чистоты, вашей светлости, вашего какого-то семейного счастья. У многих людей этого нет. И есть огромнейшая зависть. И благодаря этой зависти они будут вмешиваться, вмешиваться, продолжать вмешиваться в вашу жизнь. Ограничивайте. Вметайте из своей жизни. Есть и будут в вашей жизни и зависть, и злоба. Почему показывают, вот смотрите, измученное сердце, скала и очаг. Возможно, препятствие, это, говорю, от кого-то, от домашних. Поэтому берегите свое пространство. Я сейчас возьму совет для вас еще. Возьму совет на Ленорман. Три карты. Плохой, но самый уходит. Но все равно кто-то здесь не успокоится до конца. Вот смотрите. Здесь что-то нужно завершить, что-то вымести, очистить клевер. Чтобы быть счастливым, выметайте, очищайте свое пространство. Метла и гроб. Что-то нужно здесь завершить, что-то нужно убрать лишнее из своей жизни. Смотрите. Две луны выпадает, и мужчина. Возможно, это связано с вашим мужчиной. Возможно, все неприятности идут из-за вашего любимого человека. И кто-то делает это, опять же говорю, из родных. Возможно, со стороны мужа, человека, любимого. Ну, вот мне покажут то же самое. Смотрите. Чтобы прийти к солнцу, да, к счастью, как оно и изначально должно быть, нужно завершить и очистить свое пространство. Ваши сердечные дела здесь смешиваются ваши сердечные дела в первую очередь. Так что, внимательно посмотрите на свое окружение. Самое плохое оно уйдет, но все равно это будет еще пока преследовать какое-то время у вас. будьте осторожнее, чистите себя свое пространство и по минимуму очистите себя от людей, которые вам мешают. Получается, вымести, вычислить их и ограничить с ними какие-либо контакты. Ну вот такой был расклад. Всего вам доброго. Раз так показала, значит, это нужно кому-то знать. Всех с наступившим Новым Годом. Всем счастья, здоровья, любви, удачи. Всего-всего самого лучшего. До следующих видео.